Мы продолжаем чтение книги Судей, главу восьмую. «И сказали ему ефремляне, — Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадянитянами?» И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им, — Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли, Ефрем, добирать виноград, нежели авиазер обирать? «Ваши руки предал Бог князей мадянских, Ариева и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гедеон к Иордану, перешел сам и триста человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Сокхофа, — Дайте хлеба народу, который идет за мною. Они утомились, а я преследую Зивея и Салмана, царей мадянских. Князья Сокхофа сказали, — Разве рука Зивея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам войску твоему давать хлеб? И сказал Гедеон, — За это, когда предаст Господь Зивея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками. Оттуда пошел он в Пенуэлл и тоже сказал жителям его, и жители Пенуэлла отвечали ему то же, что отвечали жители Сокхофа. Он сказал и жителям Пенуэлла, — Когда я возвращусь в мире, разрушу башню эту. Зивей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до пятнадцати тысяч, все, что осталось из всего ополчения жителей Востока. Пало же сто двадцать тысяч человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Окбеги и поразил Стан, когда Стан стоял беспечно. Зивей и Салман побежали, он погнался за ними и схватил обоих царей Мадиамских, Зивея и Салмана, и весь Стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иоасы, с войны от возвышенности Хереса, и захватил юношу и жителей Сокхофа, и выспросил у него, и он написал ему князей и старейшин Сокхофских семьдесят семь человек. И пришел он к жителям Сокхофским и сказал, — Вот Зивей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, говоря, — Разве рука Зивея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим? И взял старейшин города и терровник пустынный и зубчатые молотильные доски и наказал ими жителей Сокхофа. И башню Пенуэльскую разрушил и перебил жителей города. И сказал Зивею и Салману, — Каковы были те, которых вы убили на фаворе? Они сказали, — Они были такие, как ты. Каждый имел вид сынов царских. Гедеон сказал, — Это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь, если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас. И сказал Иеферу первенцу своему, — Встань, убей их. Но юноша не извлек меча свое, потому что боялся, так как был еще молод. И сказал Зивей и Салман, — Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его. И встал Гедеон и убил Зивея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдовых. И сказали израильтяне Гедеону, — Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки Мадеонитян. Гедеон сказал им, — Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь довладеет вами. И сказал им Гедеон, — Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне. Они сказали, — Дадим. И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серегах, которые он выпросил, было тысяча семьсот золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпоровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шею у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон Ефод и положил его в своем городе в Офре, и стали все израилитяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его. Так смирились мадианитяне перед сынами Израиля и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля сорок лет во дни Гедеона. И пошел Иерваал, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гедеона было семьдесят сыновей, происшедших от чесла его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен во гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед валов, и поставили себе богом вал Верифа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. Идому Иерваалову и Легедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Продолжение следует...